Как избавиться от ревности? Да, это вопрос, который мучает часто и многих. И дело, конечно, не только в отношении между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, а эта ревность часто проявляется ещё и до свадьбы, проявляется и в отношениях даже между товарищами и между друзьями. Так что это чувство возникает у человека во многих ситуациях. Как избавиться? Вы знаете, один ответ попытаться можно дать человеку, который ни во что не верит. И совсем другой ответ, который нужно бы, наверное, дать верующему человеку. Ведь ревность в конечном счёте свидетельствует о чём? О чём? Это подсознательном, а может быть, иногда даже и осознанном, чувстве того, я же лучше его или её. И как это такое, что понравится не я, а она там или он? Ну, в зависимости от того, о ком идет речь. Видите, я же лучше, и вдруг такой выбор! Так что, видите, здесь в чём оказывается причина? Причина в духовном, как мы говорим, состоянии человека, и не просто это состояние, которое определяется чем? В какой степени человек видит, рассматривает себя? Вы знаете, мы же находим совершенно потрясающее отношение, точнее, потрясающее видение себя великими святыми. А они, ну, посмотрите, Пимен Великий, который воскрешал даже мёртвых, и вдруг говорит, поверьте, братья, куда будет вергнут сатана, туда буду вергнут я. И это многие отцы, таким образом, говорят, они достигали чего? Того, что на святоотеческом языке именуется познанием себя, то есть видением, оказывается, чем наполнена моя душа. А чем она наполнена? Каждый человек может посмотреть хотя бы на свои мысли и сравнить их с Евангелием. Сколько в нашей душе мыслей, а если взять ещё чувств, а ещё целей, желаний, то мы увидим, насколько она действительно в прямом смысле слова загрязнена. И там и лукавство, и лицемерие, и нелюбовь к другим людям, и гнев, и ненависть, и жажда богатства, и жажда славы, и чего только нет. Но человек, который не видит этого себя, не замечает себя, который чувствует себя, ну, в общем-то, я хороший человек, и о чём и говорить, и вдруг кто-то, друг, ему или ей понравился больше, чем меня. Вот это главный корень, оказывается, ревности заключается в чём? Мне очень понравилось одно слово, которое я сейчас употреблю. Это слово вообще-то греческое, но его часто употребляют в своей замечательной книге «Похвала глупости» и «Роттердамский». Он говорит «филавтия», то есть самолюбие, самовлюблённость. И эта самовлюблённость, конечно, и вдруг кто-то полюбил другого, другую, вместо меня, так это как это? Это просто невероятно, это ужасно! Какие страдания охватываются сразу в моей жизни? Вот оно, оказывается, главная причина, причина ревности. Почему я говорю о причине? Вопрос, кажется, был задан о том, как избавиться. Но разве можно лечить болезнь, не узнав причину болезни? Всегда надо выяснить причину. Так вот и в данном случае, оказывается, главной причиной ревности, и не только ревности, и зависти, как и многие другие проявления, вот таких отрицательных явлений в нашей жизни, является то, что мы, оказывается, видим себя хорошими и не хотим видеть на те недостатки, а я бы сказал просто не недостатки, а подчас очень нехорошие грехи, не хотим просто видеть. И таким образом видим себя действительно прекрасными. Отсюда происсякает и ревность, и зависть, вы знаете, и тщеславие, и гордыня, и всё что угодно. В данном случае ревность – только одно из направлений, и больше ничего. А всё стоит в одном и том же ряду, вот с подобными, с подобными же страстями. Значит, отсюда мы должны сделать вывод. Какой же вывод сделать? Как же избавиться от ревности? Скажу так, лишь в той степени, в какой человек познаёт себя, то есть познаёт что? Я хочу объяснить этот термин, святотеческий термин – познаёт себя. То есть увидит, какие страсти в нём живут, чем он наполнен. Он наполнен тем, что даже и людям ты никому не скажешь даже. Более того, будешь скрывать во что бы то ни стало, лишь бы кто не узнал, что во мне только творится, какой там омут. И вот до тех пор, пока человек не увидел этого, не познал себя, так он никогда не сможет избавиться ни от ревности, ни от прочих подобных вещей. Потому что если я вижу... Представьте себе! Я вижу, что я подниму одной рукой. Ну, хорошо, я пуд подниму. А он десять пудал! Я же понимаю, насколько я слабее его. Ну, правда же? Ну, конечно! Это верно! Это же... Но если я это осознаю, я это приму и скажу, ну, да, верно, правильно, ему медали надо дать золотую, а мне вообще ничего нельзя дать. Так вот, вот это познание себя, то есть познание вот этих своих, я бы сказал, ну, всех дурных, дурных, я бы сказал, чувств, что ли, состояния, которые в моей душе дают возможность человеку затем, может быть, пожелать исправиться. И вот здесь он сталкивается с очень интересным явлением. Приведу простой пример, который особенно ярко покажет, объяснит эту мысль. Например, я понимаю, ну, нехорошо осуждать направо и налево. Ну, нехорошо же, ну! Не лучше ли кума к себе оборотиться-то, правда же, чем кумушек считать, трудиться? Так, нехорошо. Я осознал, что нехорошо. Верно! Я верующий человек, иду на исповеди говорю, осуждал. И что дальше? Только отошёл, уже осудил других. Уже! И на каждом шагу приходится ловить себя. Это я о чём говорю? Когда я хочу не осуждать, уже борюсь с этим. И то, опять, что я наблюдаю за собой. Что, о чём это говорит? Во-первых, какой в себе тщеславие, значит, какая гордость, если я другие, я кого осуждаю, этим сам я что говорю? Я бы такого не сделал. То есть, насколько я выше, и не только это. Если другой момент присутствует. Кого я осуждаю, я его не прощаю, значит. Представляете, какие страшные вещи! Так вот, если человек начинает хоть немножко себя видеть, сравнивая состояние своей души с Евангелием, то он постепенно начинает смиряться. Да, верно! Десять пудов не подниму! И не могу поднять! Верно! Нужно не осуждать? Не могу! Нужно не завидовать? Не могу! Нужно не злиться? Не могу! Нужно не объедаться? Не могу! А что ты можешь? А что ж ты можешь, человек? Как Достоевский писал – смирись, гордый человек! Смирение – это не унижение, это объективный взгляд на то, кем я являюсь. Так вот, по мере смирения, оказывается, в человеке проявляется великодушие, если хотите, к другим людям. Проявляется чувство, если хотите, любви даже к другим людям. И вот по мере смирения постепенно угасают и эти наши страсти несчастные. Это наша филавтия, самолюбие, самовлюблённость такая, это наше тщеславие и наша ревность тоже самое. Ну да, ну вот, видишь, да я сознаю, что я не то, конечно! Да! Вот это вот состояние, оно очень важно. Так что, если говорить о ревности уже как факте, то нужно прямо сказать, что для человека это такое своего рода полезное искушение, которое свидетельствует ему, этому человеку, охваченному ревностью. Господи, что же во мне творится? Это клубок страстей. Если бы не было у меня этого самолюбия, не было бы тщеславия, не было бы гордыни, не было бы искажённого чувства справедливости, то, наверное, я бы иначе реагировал на эти вещи. Так что, как же избавиться от ревности, только правильной христианской жизнью, которая заключается в очень простом, я бы сказал, действии человека, каком? Стараться во что бы то ни стало, просто стараться, жить, насколько это возможно, насколько хватает у меня сил, стараться жить по заповедям, не нарушать заповеди Божьи. Осудил – ну, покайся, по крайней мере. покайся, почеславился – ну, покайся, и так далее. Вот эта вот правильная христианская жизнь, она умиротворяет душу человека и делает её менее уязвимой для вот этих страстей, в частности, ревности. Вот так можно бы ответить на этот непростой вопрос.